Приветствую вас, Лиза. Давайте разберём ваш вопрос. Начинаете вы с того, что у вас был мужчина, с которым отношения представляли из себя эмоциональные качели. Начиная с этого, вы заканчиваете тем, что вам было в отношениях, кстати, в этих тяжело, но вы с психотерапевтом, как вы там говорите, с клубок разматали. Теперь вы говорите о том, что этот мужчина появился вновь и снова просит ваши фотографии и т.д. и т.п. Вы говорите о том, что вы написали ему, типа, давай второй шанс, что скажи, хочешь ли ты продолжить сообщение. Да-да, нет-нет, он молчит. Притом у вас есть второй молодой человек, которому тоже пропал интерес, после того, как вы прошли сеансы психотерапии, и вы спрашиваете о том, нормально ли это. Если спросить меня, я бы сказал, что он больше похож на усиление механизмов защиты ваших, вот на что больше похоже. То, о чём вы говорите, то есть это не похоже на то, что вам представили быть интересным мужчинам. Почему я так говорю? Потому что вы даёте человеку второй шанс после всего того, что между вами было. При этом вы как будто бы самостоятельно, самостоятельно вот сам как будто бы ответственность брать за какое-то решение. Да, да, в этой, в этой ситуации, в этой истории вы не готовы. То есть вы ему как бы делегируете вот это право, типа, ты реши. Вот. Давай ему этот самый второй шанс. Вот. Так что, по-видимому, у вас достаточно сильно работают механизмы защиты. Я думаю, что в первую очередь, значит, ну, в первую очередь вам нужно поработать с этим. Мне кажется, что вы ушли от себя, ушли от своих чувств, ушли от своих ощущений, что не есть хорошо. На этом всё. Всего вам самого доброго. Удачи. Надеюсь, что помог вам. Надеюсь, вы дадите отклик по моему ответу. Ну, я желаю вам всего самого доброго. В, конечно, телефон. Один бунтопед